Раз-раз, меня слышно? Я вас не слышу. Да? Олимпийские! Все, привет, ребят. Можно начинать, я так понимаю. О, таймер включу. Сейчас. Я вообще рад вас всех видеть, вообще вживую, потому что за последние два года с этим карантином я уже немного подустал. Говорить доклады внутри унижайна, в пустоту, через Skype, через YouTube. Это вообще, блин, то еще удовольствие. Вживую гораздо веселее, гораздо интереснее. Так что начинаем. Значит, доклад называется «Игровая камера». Всякий сборник приемов простеньких, которые можно использовать у себя там в работе. Вообще ассортир, разношерстное. Для начала немного о себе. Зовут меня Александр. Там в сумме примерно 17 лет уже в геймдеве и вообще в интертеймент среде. Движки, на которых я прям полноценно сидел долго в течение многих лет, это Blitz 3D, Unity, ну и, соответственно, Unijine. В Виннижане я уже 6 лет сижу. Вот. А дальше идет много-много текста и, наверное, я вам лучше так в виде картиночек покажу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. То есть в разное время я занимался всякими там маконными симуляторами, в какой-то момент делал три в ряд. Всякие мобильные игры пытался делать и для соцсетей, фритуплейчики. 6 лет работал в компании, которая занималась преддакинотеатрами, подвижными платформами. Это где вы садитесь и там платформа качает, водичка брызжет, по ногам клещут так называемые мышиные хвостики, на самом деле трубки. И вот я занимался контентом, всяким игровым, сетевым, там, бла-бла-бла. И потом в Unijine то, чем я могу похвастаться, это я делал логику бенчмарка Superposition, добавил компонентные системы C-Sharp, C++ и занимался IG. Ну, об этом там как-нибудь потом, позже. Так что идем дальше. О чем, собственно, доклад? Кстати, а мне вот интересно, поднимите руки те, кто инвертирует оси у камер в играх. Ага, два человека. Так вот, сегодня мы узнаем, можно ли считать людей, которые инвертируют оси в играх лицами с нетрадиционной ориентацией. Узнаем, что такое фокусное расстояние объектива и для чего оно нужно. Разберем, какой угол обзора надо делать у камер, чтобы монитор выглядел как окно в виртуальный мир. Узнаем, как правильно фотографировать девчуль-красотуль и сделаем такой простенький симулятор дрифта. Ну, почти сделаем. И погнали. Ну, самая главная мысль всего доклада, она простая, очевидная. Тут ничего особого нету секретного. Камера, во-первых, должна быть удобной в играх, должна помогать игроку играть в игру, а не мешать ему. Ну, очевидно. Это в первую очередь самое важное, во вторую уже она должна быть атмосферной. То есть круто, если она будет стараться так передавать атмосферу момента. То есть нагнетать или наоборот расслаблять в разные моменты игры. По поводу удобства. Сложно сказать, как сделать камеру удобной. Гораздо проще сказать, в какие моменты она неудобна. То есть, к примеру, там Dark Souls все ругают и Super Mario 3D World, старенькая игрушечка, где вот часто куда-то убегаешь за стену и не видишь вообще, где персонаж находится. Ну, все очевидно. Если неудобно, значит нехорошо. Надо что-то с этим делать. Во-вторых, камера должна погружать в атмосферу. И тут мне нравятся два примера, Gears of War и Silent Hill. В Gears of War в момент бега камера становится таким виртуальным оператором, который бежит вслед за Маркусом и покачивает. Создает такое дополнительное ощущение экшена. Прям, ну, прикольно, атмосферно, эпично. А в Silent Hill, с одной стороны, вроде как кажется, что камера неудобна. Но, на самом деле, это такой довольно интересный прием, когда мы только заходим в какую-то комнату, помещение, мы не видим, что находится впереди игрока. Мы видим самого игрока. Мы слышим, что где-то есть какой-то монстр, где-то он приближается. Но где именно, непонятно, пока вообще не уткнемся в него. Это прикольненько. И начнем разбирать приемы на примере камеры от первого лица, как самых простых. Во-первых, что такое камера от первого лица? Как по мне, камера от первого лица делится на две группы. Первая — это когда игрок смотрит на виртуальный мир глазом персонажа. То есть, когда мы, как игроки, это такой вот глазик, который ходит, смотрит по сторонам и гуляет. А второй вариант — это когда игрок смотрит на виртуальный мир через такую виртуальную камеру, которую держит персонаж. Вот звучит странно, непонятно, но давайте на примере. Во втором случае, к примеру, Alien Isolation, как по мне, кажется, что вот это вот прям ровно второй тип камеры от первого лица. Тут игровая камера имитирует кинопленку. Фильм 80-х годов. Это видно по анаморфным бликам линз. Наши глаза так не умеют. Большая зернистость. Изображение винетирования там по углам и глубина резкости. Ну не знаю, если вы берете сканер вот так в руках, он чего у вас размывается настолько сильно. То есть как будто бы это все на длиннофокусный объектив еще снято. И более того, во время движения камера всегда покачивается. Когда мы прячемся, тоже камера так болтается. Чужой нас хватает, камера вообще очень сильно кренится. И тут вот хочу рассказать про две разницы между первым и вторым типом. Вот если взять голову и начать наклонять от одного плеча к другому, то вы всегда будете знать, где вверх, где вниз. И у вас не будет какого-то... У вас мир не будет болтаться, крутиться. А если взять в это же самое время телефон, начать снимать, вот так вот крутить его, то на изображении там все будет сикость-накость. Вот. И в этом, наверное, главное различие вот этих двух типов. Первый тип, он комфортный для игроков. Их не укачивает от этого. Это ближе к тому, что они видят. А второй тип, он более кинематографичен, но больше укачивает. Что еще, в принципе, можно сказать про камеру от первого лица? Помимо того, что это самый простой вариант. Есть еще и куча готовых шаблонов. Там в Unijine это PlayReactor. И есть так называемые CES PlayReactors. Есть сэмплов C++ и Sharp, которые созданы специально, чтобы расширять их функционал. И тут, наверное, встает вопрос. А как мы, собственно, там расширяем функционал камер? Что вообще можно добавить? И добавить на самом деле в камеры можно много чего. Но я хочу рассмотреть примеры с добавлением вторичных анимаций, второго слоя анимаций у камер. Например, к примеру, взрыв какой-то происходит, взрывается, камера бубубу-бубу-бубу-бубу-бубу, начинает трястись. Все достаточно просто В Unijine есть функции нахождения рандомных чисел Get Random Float И тут смотрите Я использую translate смещения камеры То есть я смещаю камеру рандомными числами С плавным затуханием Чтобы имитировать землетрясение или взрыв какой-то Есть еще вариант Полученные числа использовать для вращения камеры Но это уже будет второй тип камеры Вот это вот первый тип камеры Если использовать вращение будет второй тип камеры Отличие в чем Если у вас в играх очень много взрывов Постоянно что-то трясется При вот этом первом типе Translate смещения Восприниматься это будет комфортно Не будет тошнить А во втором случае Если постоянно все взрывается В конечном итоге люди скажут что-то не то Какие еще есть варианты Можно использовать синусы, косинусы Популярные там тригонометрия То есть есть достаточно известная формула Косинус t на по x, по y Половина синуса от удвоенного t t это время Просто какое-то время идущее Вот выделено синус, косинус Замечательность и приколюшность этой функции В том, что она выглядит в виде вот такого вот графика бесконечности И много где используется Например, для подсчета статистики какой-нибудь Вот вы постреляли Шутер какой-то прошел Нужно показать какую-то статистику Сколько фрагов убили Сколько там не убили Сколько раз умерли И на фоне у вас какой-то статичный кадр Уровень Ну как-то не прикольно показывать просто статику Хочется немножечко объема Чтобы это как-то шевелилось Вот такой вот знак бесконечности Очень удобен И довольно часто используется Но смотрите, обратите внимание Если мы возьмем просто косинус и синус Поменяем местами Сделаем синус t на пол косинуса Внезапно график становится вот такой дугообразный И мы ничего не делали Синус, косинус поменяли местами И теперь мы можем имитировать бег Бег какого-то персонажа Прямо показать, что ему тяжело Что у него какая-то там экипировка здоровая И он прям такой Вот, болтается И опять же Мы можем использовать как смещение только А можем вращение Второй вариант это с вращением То есть вот здесь Если посмотреть на эти две картинки В течение двух минут То поймите, что на вторую Вообще смотреть уже не хочется А первая Довольно так Ну комфортно Все нормально Прикольненько Менее реалистично Точнее более реалистично Но менее кинематографично Второй вариант Более такой Прям для катсцен Прям что-то такое происходит Экшн момент Но долго смотреть на такой вариант Не хочется Это вот главная мысль Которую пытаюсь донести Что лучше смещать Чем вращать Идем дальше Какие у нас еще есть варианты Не забываем Что у нас есть шум перлина Генератор случайных чисел Только сглаженных Вот где у нас всегда Такое вот сглаженное состояние Где используется В случае с камерами Используется для того Чтобы имитировать Handheld камеру То есть это когда Ручную Когда держат в руках камеру То есть мы там Живые люди Мы не можем Четко сфокусироваться на объект И вот снимать его У нас все равно Немного руки шалтаются Болтаются И шум перлина Вообще прям идеально Подходит для Такого типа анимации В Unijine Это функции GameGetNoise 1, 2, 3 И при этом В плюсах По-моему у нас еще есть Класс Noise Отдельный Там чуть больше Всяких различных Вариантов того Как можно использовать Шум перлина И в результате То же самое Можно использовать И для статистики И просто для каких-то Статичных кадров Выглядит более живо Более прикольно По сути Что мы тут Ничего не используем Три числа каких-то Временных переменных У нас вообще Тут особо ничего и нет Ничего не сохраняем А картинка вдруг Раз Становится живой Вообще Можно даже использовать Всегда Когда игрок Останавливается Остановился И плавненько Так начинаем Включать шум Вот Чуть пошел Раз Выключаем его И Будет создаваться Какое-то Живое ощущение Игра не будет Казаться статичной Когда игрок Останавливается И на этом Все можно сказать Про камеры От первого лица Действительно Как-то особо Нечего Так что Переходим К следующему типу Камеры Для платформера С одной стороны Как-то кажется Ну блин Камеры для платформера Это еще проще Чем камеры От первого лица Но я бы так не сказал На самом деле Мне кажется Камеры для платформера Они гораздо более Сложные Продуманные И Существует Достаточно много Подходов И все они Скорее так Дополняют друг друга Чем являются Нежели являются Какими-то Противоположными вещами То есть Добавляем одно Добавляем второе Третье Четвертое И в сумме Получаем красивое Ощущение Приятное ощущение От игры Давайте сейчас Разберем Более подробно Первый пример Это конечно Фиксированная камера Ну все тут Достаточно просто Легко реализовать Выглядит это так Центрируем персонажа Где-то по центру экрана И все Вот мы прыгаем Он всегда Посередине Ничего делать Особо не надо Насколько сместился Персонаж Настолько смещаем Камеру Если у вас нет Традиционных связей В движке Внезапно Вот такой вот Плюс Но дофига минусов Первый конечно Это все-таки Вызывает тошноту У игроков При постоянных прыжках То есть У игроков Тошнота возникает От постоянного крена Вращения камеры И от резких Вот таких вот Вертикальных Смещений И при резком разгоне Моментальной остановки По горизонтали Довольно сложно Следить за вещами Которые внезапно Появляются в экране И вот так вот Прыгают сверху вниз По нему какие-то Звездочки Враги Довольно сложно Контролировать Поэтому Ну не надо так делать Надо идти куда-то дальше А что можно использовать Самый простой пример Это использовать Линейную интерполяцию Или там Плавно следящую Среднюю Выглядит это вот так Достаточно просто То есть Берем текущую позицию Текущая позиция Равна линейной интерполяции От текущей позиции До игрока Через некоторую скорость Помноженную на дельта тайм И можно посмотреть Что теперь Камера всегда пытается Догнать персонажа Центр всегда Плавно-плавно-плавно Подходит И уже Выглядит прикольно Вообще хорошо То есть плюс Оно более приятное Такое реалистичное поведение Уже не так тошнит Игрока Когда он смотрит На вот такой вот платформер Реализация Вообще в одну строку То есть Причем опять же Без каких-то лишних Там переменных Которые надо где-то хранить Несчастье ли Но есть минусы Вот этот лерб Так называемую Экспоненциальное затухание Его всегда Хейтят В профессиональной среде GameDev разработчиков Говорят, что Блин, линейная интерполяция Это фу-фу-фу Ну, нельзя использовать Таким образом Лерб Брать Текущее положение И с помощью него Находить следующее Потому что Это не Frame Independent Что это значит? Это когда Скорость движения камеры Зависит от текущего фреймрейта Если у вас игра Идет в районе 200 кадров в секунду То камера будет Медленнее доходить До персонажа И наоборот Если у вас Игра за спайкала Там кадров всего лишь 15-10 То камера Прямо раз И гораздо быстрее Будет доходить До Главного героя Ну и все равно Тем не менее Это вызывает тошноту Уровень тошноты Как бы просто Отодвигается Чуть дальше Но Тем не менее Никуда не исчезает И спустя там Пару часов Будет напряжно Но Мы можем Подправить Хотя бы Один из моментов Это Сделать функцию Frame Independent То есть Не зависящую От времени Все достаточно просто Вот смотрим На последнюю строчку Последний блок И все что нам нужно Сделать Это Rate Помноженный на DeltaTime Заменить на Единицу Минус экспонента В скобочках Минус rate Помноженный на DeltaTime Или IFPS Как у нас в дужке Все достаточно просто Почему так Именно Это следите За Unigine С каким-то Бложиком Ютубчиком Когда-нибудь Появится Эта лекция Которую я говорил Внутри Компании Unigine И там подробно Рассказал Почему именно так Ну почти подробно Но Подробнее чем сейчас И Это вот первая причина Почему не любят Но при этом Можно вполне себе Сделать Функцию Которая не будет Зависеть от времени Вторая причина Вторая причина Вторая причина Почему не любили Лерб Я прям помню Люди говорили Что Непонятно За сколько секунд Персонаж Достигнет Ну камера достигнет Персонажа Нельзя это посчитать Или нельзя Или нельзя Нельзя высчитать Нужную скорость Которую Линейная интерполяция Можно и позицию И скорость И продолжительность Все найти СВТ Все у нас известно Так что Вполне себе Можно пользоваться Но есть Гораздо более Интересные варианты Вот Даже не то Что пользоваться Надо пользоваться Вместе С другими вариантами И один из них Это окна Пишется Ну тут уже Псевдох Код Есть у нас Некое Виртуальное окно В пределах которого Камера не движется Если персонаж Ходит внутри него То камера Стоит на месте Как только игрок Пытается выйти За пределы То все Бах Начинается смещение Плюсы Ну конечно Камера не болтается Во время экшена То есть Если враги приходят И слева и справа То игрок такой Поворачивается Туда-сюда Туда-сюда И у него камера Не шатается Все видно Все нормально Все отлично Можно воевать Какие-нибудь звездочки Подбирать Которые где-то рядом Находятся Высыпаются из сундука Все тоже Достаточно удобно Просто И при этом Если окно Достаточно большое По вертикали То прыжки Они не смещают Камеру Вверх-вниз Играть становится Гораздо комфортней Но минусы Придется Чуть больше Программировать Но Разве вообще Это сложно В случае В случае с 2D Вот мы всегда Знаем позицию Персонажа Всегда знаем Координаты Вот этой рамки И ну Ушел игрок На 20 пикселей За пределы То мы просто Берем и камеру На 20 пикселей И сдвигаем так же Ну либо там Наоборот Минус 20 В зависимости от того Как у вас там Все внутри выглядит И вот так вот Думал я Пока Не нашел на форуме Интересное сообщение От Я так понимаю Начинающего Разработчика Который Говорит Что он сидит В 3D-движке И пытается Делать платформер И не нашел Ничего лучше Как создать 4 бокс коллайдера То есть триггера Которые окружают Камеру Вот так вот По всем сторонам Если игрок Заходит в этот триггер То он тогда Регистрирует Ага Игрок хочет Пойти там Вправо За пределы То он берет Цепляет Камеру К персонажу Двигает Двигает Пока игрок Не пойдет Назад в обратную сторону И выйдет Из триггера Тогда камера Цепляется Ну не надо так На самом деле Все проще Вот давайте Вот прям Просто расскажу Самый сложный вариант Как будто бы Вот у вас 3D 3D-платформер Камера там Под неким Чуть-чуть углом Находится Как можно реализовать Эту рамку Блин Все очень просто На самом деле Всего лишь 5 пунктов То есть нужно всего лишь Перевести координаты Игрока В экранное пространство В Unijine И в Unity Все эти функции есть Проверить Выходим ли мы За предела окна Потому что у нас Все есть координаты В экранном пространстве Если да То нам надо Просто сместить Камеру по плоскости Проходящей через игрока Это отличие от 2D От 3D Что у нас есть Некая плоскость Которую мы можем Контролировать Настраивать Надо найти всего лишь Два вектора Вектор из камеры В сторону игрока И вектор из камеры В сторону ближайшей Границы окна То есть в зависимости От того Где у нас находится персонаж Какой границе Он ближе всего находится А лучше двум Если это угол Находим точки пресечения Векторов с плоскостью Которую выбираем сами Вот И сейчас покажу разницу И Разница в этих точках Это и есть То самое целевое значение Смещения На которое нужно Сместить камеру Все функции есть Во всех движках есть И все И смещаем камеру На полученные расстояния Все просто И смотрите Есть еще возможности Прикольные в 3D Что Задав плоскость По-разному У нас Получается Разное поведение камеры Когда Наш персонаж Хочет выйти за границы К примеру Если нормаль Поверхности Смотрит вверх То есть Параллельно Плоскости земли То смотрите При выходе за границы Камера Не опускается Ни ниже Становится Ни выше Всегда находится На одном уровне И движется Параллельно Плоскости земли Второй случай Это Плоскость Выставлена так Что она Перпендикулярна Точке зрения Камеры И в этом случае Получается Что если персонаж Приближается К камере Камера опускается То есть смотрите Можно делать Какие-нибудь Прикольные эффекты Где В конце игры Игрок берет И уходит в закат И камера так Плотно поднимается 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 А там Ух Красота Или наоборот Ну Что угодно В общем Если вдруг Ничего не поняли И хотите Поподробнее В этом разобраться Я бы мог Конечно Более подробно Рассказать Что именно Происходит Но Времени у нас Вообще немного Тут мы просто Описываем Рассказываем Какие вообще Подходы есть Поэтому если что Добро пожаловать На мой гитхаб Вот этот QR-код Там есть Полные исходники Этого примера На юниджайне С инструкцией Вот Так вот Идем дальше Плюсы окон То что это не только Для платформеров На самом деле И в 3D играх Во всяких Футбольных симуляторах Это тоже все используется Когда надо следить За мячом Но довольно мягко Чтобы он не всегда Был там в центре экрана А так как-то Болтался Где-то всегда был Примерно В поле зрения А еще лучше Сам футболист Или хоккеист И шайба там Или мяч Чтобы что-то среднее было Короче окна Тема полезная Изучите Что еще Добавляют Ну Тут Ну к чему Лучше посмотреть статью Вот Тайни Тор Разработчиков Тайни Тор Где они Прям подробно Рассказали Какие они Использовали приемы Это и правила Третей Там Когда видно Впереди Там две трети экрана Позади Одну треть Чтобы было видно Всех врагов Впереди И смещают они Камеру только тогда Когда персонаж Приземляется Это тоже уменьшает Количество болтаний Вертикальных Используют Два окна То есть там Внешнее окно Паники Внутреннее окно Вот то Которое я сейчас Рассказал То есть там В пределах которого Плавно камера Доходит До границ То есть Лучше там Посмотреть А мы Переходим К камере От третьего лица И будем Рассматривать ее На примере гонок Опять же Все повторяется Все достаточно Одно и то же Первый вариант Это фиксированная камера Где все достаточно просто Есть у нас Объект камера Объект машина И объект камера Берем камеру Делаем дочерним Объектом К машине Все достаточно Просто Ничего больше Не надо делать Теперь Камера привязана К машине И все Куда едет машина Туда и смотрит камера Плюсы Опять же Ничего не надо делать Но минусы Непонятно Что за поворотом Пока не повернешь То есть чем ближе к повороту Мы не видим вообще Что там происходит Дрифт делать сложно Во время дрифта Мы не понимаем В какую сторону Движется наш автомобиль У нас просто Все вот так Вокруг крутится Неприкольно Неприкольно И при мелких движениях Мелких поворотах У нас горизонт Постоянно качается Возникают крены Опять же Когда мы едем на машине И там как-то поворачиваем Мы не чувствуем крены Вообще У нас достаточно Все ровненько А в случае С фиксированной камерой Ну вот такой вот эффект Возникает Тоже неприятно Неприятненько Поэтому что можно сделать Можно делать Через линейную интерполяцию Опять же Все тот же самый Лер Вот вы видите Пример Формулы То есть То же самое Единица минус экспонент Минус рейд И что Плюс уже Можно дрифтовать Как-то Более-менее С комфортом Уже все видно Куда автомобиль В какую сторону Движется При этом чувствуется Ускорение И торможение Автомобиля То есть Когда мы Начинаем Ехать Камера Как бы Тормозит И доезжает До цели Медленней А при торможении Камера так Набегает На автомобиль И это все Блин Одной строчкой Прикольно Но если бы Не одно Но Относительно Все равно Мало контроля Над этим делом То есть Мы не можем Сделать так Чтобы Во время ускорения Поведение было одно Во время торможения Другое А если мы куда-нибудь Вправо или влево Движемся Чтобы что-то было третье Мы не можем Сделать вторичную Анимацию Ускорения И торможения Это вот Когда Во время торможения Сидим мы за рулем Нас сперва К лобовому стеклу Приближает А потом мы Обратно откачиваемся И даже возможно Вот так Немножечко болтаемся С помощью лерпа Это сделать нельзя Поэтому что Идем дальше Какие у нас еще есть Варианты Благо делаем гоночки То есть Всегда мы можем Из машины вытащить Скорость И ускорение Полезные штуки Всегда их берите Даже если не гоночки Делаете А просто Игру от третьего лица Или вообще что-либо Скорость И ускорение Доставать Ну Сами там знаете как Это просто Дифференцирование Вычислительным способом Все просто Все просто Смотрите Как мы применяем Белосити И Акселерейшн Скорость И ускорение Ускорение Мы используем Для смещения Камеры Сдвигов А Скорость Для вращения То есть Ускорение Для смещения А скорость Для вращения И что получается Ну Во-первых У нас В случае Со смещением Если мы Начинаем Тормозить У нас Вектор Ускорения Начинает Тянуться назад Мы берем Отрицательное Значение И тем самым Так камеру Начинаем Приближать К лобовому стеклу Как только Остановились Вектор Может Чуть-чуть Туда-сюда Поболтаться И создается Ну Натуральное Ощущение Того Что вот мы Притормозили Или вот мы Начинаем Разгоняться Камера Плавно Так отходит Назад Потом Возвращается На обычное Своё Нулевое Состояние И Прикольно Это мы Еще можем Контролировать Это ускорение По разным Осям В разных Ситуациях Можем Сказать Что отрицательное Ускорение У нас Чуть быстрее Пусть Увеличивается А Положительное Там вот Как есть И так далее И можем Вообще По-всякому Крутить Вертеть Этими Значениями А Велосити Позволяет нам Делать Какой-то Дрифт Во время Дрифта Мы знаем Куда Движется Наш Автомобиль Камера Старается Смотреть Помимо Того Что у нас Крены Исчезают И все Становится Более-менее Комфортненько Но Минус Конечно Ну Побольше Данных Тут Просто Псевдокод Написал Потому что На самом деле Там Коды Уже Достаточно Прилично Плюс Надо Использовать Лир Надо Использовать ДСП Всякие Digital Симул Процесс Там Приемчики Чтобы все Сгладить Шероховатости Но Общий Вектор Направления Такой Еще раз Смотрите Фиксированная Камера В этот раз От первого лица Попадаем В занос Снос Занос И Вообще Не понимаем Куда движется Наш автомобиль И Вариантов Того Чтобы его Выровнять В игре Достаточно Но мало Сложно Понять И второй Вариант Со скоростью И ускорением Магическим Образом Теперь Камера У нас Начинает Смотреть В сторону Движения Автомобиля И Это Больше Похоже На реальную Жизнь Когда Машина У нас Становится Неконтролируема Мы Как-то Подсознательно Смотрим Вообще Куда она Летит В какой Столб Или В какую Встречку Смотрим Навстречку И на Компания Куда-то Там И Вот так Можно Уже Делать Дрифт Игру Все Просто Только Скорость И все Даже Ускорение Тут не Надо Берем Вектор Скорости И Направляем И Вот Сравнение Ну Видно Видно В общем Второй Конечно Кадр Вторая Гифка Гораздо Круче Прям Однозначно Есть Еще Один Вариант Что Можно Сделать С Камерой Третьего Лица В гонках Из области Дзена И Очень Таких Пограничных Приколов Это Можно Направлять Камеру По направлению Пути Если Мы Знаем Где Окажется Игрок Спустя Две Три Секунды С какой Скоростью Он едет Сейчас С какой Скоростью Будет Ехать Польше Мы Можем Плавненько Доводить Камеру До Значит Точки Где Мы Окажемся То есть Имитировать Можно Реальное Натуральное Поведение Когда Мы едем На машине И вот Нам Надо Повернуть Направо Спустя Там Двести Метров Мы Как-то Потихонечку Стараемся Смотреть Прямо Сразу Туда И Поворачиваем Доворачиваем Надо Туда Ага Плавненько Так Оп 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 И Если Вы Знаете Где Окажется Игрок То Вот Можно Делать Лукэт Какой Нибудь На Предполагаемую Позицию Игрока Предполагаемую Позицию Легче Всего Найти В Каких Нибудь Кольцевых Гонках Потому Что Мы Трек Создаем Сами Как правило Это Какие Сплайны Либо Вейпоинты Для Ботов У нас Стоят Так Что Достаточно Просто Найти Понять Где Находится Следующая Точка С Текущей Скоростью Мы Можем Понять Через Сколько Секунд В Каком Месте Мы Окажемся И В общем Это Самое Такое Натуральное Прикольное Поведение Но Если Знаем Где Находится И Где Будет Находиться Игрок И Тут Есть Проблема Что От Игрока Становится Мало Что Зависит И Это Уже Такой Вопрос Сложный Нужно Ли Насколько Много Нужно Отбирать У игрока Контроля Стоит Ли Оставлять Больше Свободы Или Нет Тут Уже Зависит От Того Какую Гонку Вы Делаете Более Казуальную Или Более Хардкорную Где Как Хочешь Так Управляй Но Тем Не Менее Вариант Такой Есть Можно Иметь Ввиду Идем Дальше Переходим Теперь От Перехода От катсцен К геймплею Недавно Тут играл В игру Кодвейн Кирилл Привет Вот Игрулька Прикольная Но Меня Бесило Не знаю Бесило Что Переход От катсцен К геймплею Всегда Происходил Так Рвано Камера Подъезжала К персонажу Бах Все Наступал Геймплей Почему Нельзя Сделать Более Плавный Переход Ну Или Хотя Бо В конце Останавливается Возле Игрока Но Не там Не в той Точке Не под тем Углом Не под тем Фоум Прямо Печаль Как по мне Naughty Dog Там с Uncharted И Last of Us Это вот Самые Прикольные Примеры Где вот Катсцена Идет И абсолютно Бесшовный Переход Геймплею Все Начался Геймплей Пошли Катсцена Идет 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 Хоп Все Геймплей Вообще Бесшовый Как по мне Дабл Один Би Вообще Би Уровень Отличается Именно Вот этим Что в Трипал А Всегда Камера Очень плавная Очень плавные Переходы Очень плавные Анимации Переходы От одной Фазы К другой И Поэтому Стоит Стремиться К Плавности Плавности Анимации Плавности Камеры Если вы хотите Делать Трипал Игрю Мечты Давайте Чуть-чуть Поподробнее Наверное Как это делается Вот Примерно Плавного Перехода Вот Без Плавного Перехода Катсцена Бах Геймплей Начался Вот Такой График И если Представить Что у нас Ось Ординат Это Время А ось Абсцисс Это Да не пойми Что Ну примерно Положение Смещения Три полосы Которые Вы видите Это Три камеры То есть Первая Камера Катсцены Которые Как-то Приближаются Как-то Едет К своему Окончанию Переход Это Вторая Камера Камера Которая Плавно Интерполируется Между Катсценой И Геймплеем И Соответственно Третья С геймплеем Где можно Управлять С этого Момента Можно Уже Начинать Управлять Игрой Как-то Двигаться Там Манипулировать Машинкой Вот вариант Бесплавного Перехода Код Вейн Фигня То есть Нету Тут второй Камеры Нехорошо Но как Мы можем Улучшить Можем Конечно Попробовать Опять же Ту же Самую Линейную Интерполяцию И Тут Смотрите Камера Не вот так Вот у нас Движется Нет Идет Катсцена Заканчивается Переходим На вторую Камеру Которая Плавно Интерполируется Между Второй И третьей То есть Плавненько Смещаем От этой Точки К Вот этим И так Вуп И все И тут На конце Включаем Третью Камеру Камеру Геймплейного То есть Уже С этого Момента Можно Начать Управлять Двигать Лево Право Все Движется Все Нормально Комфортно Но Смотрим На изображение Вроде бы Все должно Было Пойти По плану Но Нет Видим Что в самом Начале У нас Камера Сильно Запаздывает А потом Прям в машину Бах И резко Останавливается Ну Странно Видеооператоры Так не делают Так не умеют Конечно же Должно Быть Несколько Фаз Ускорения Торможения Вот это все Поэтому Что можно сделать Можно попробовать Интерполировать Мы знаем Как у нас выглядит Кас-сцена Где у нас Оказывается В камере В конце Мы знаем Предыдущие кадры Из этого Мы можем Опять же Найти скорость И ускорение Причем Как линейную Так и угловую И виртуально Продолжить Движение камеры И вот Вторая Точно так же По линейной Интерполяции Будет Плавно Доходить До Камеры Геймплея И уже Уже Совсем Такое Ну Прикольненько Выглядит Неплохо Но Мне все равно Не нравится Последняя фаза Мне кажется Достаточно Резкая Опять же Оператор должен Чуть-чуть Замедлиться И вначале Чуть-чуть Подождать Вот Если прям Совсем Брать И Ити к идеалу То Нужно Помимо Вместо Линейной Интерполяции Использовать Функции Плавности Изинфаншн В данном Случа Использовать Изинавотквод Если вы не знаете Что это такое Опять же Ждите Дохлады Лекции На Инжайнерском Сайте Ютубчике Где Я об этом Тоже Подробненько Рассказывал Вот такая Вот реклама И в этом Случа Прям Как по мне Вот Самое 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 Становится То Как и Должна Выглядеть Камера То есть Экстраполируем Плюс Используем Функции Плавности Па-бам Закончили Идем К следующей теме Объективы Кое-что Про углы зрения Фокусное Расстояние Фокусное Расстояние Это расстояние От оптического Центра Объектива До сенсора Когда линзы Сфокусированы На бесконечности Бла-бла-бла-бла-бла Смысла Сейчас Рассказывать О том Что это Такое Нет Потому что Время Не много Достаточно Просто Сказать Что Фокусное Расстояние Выражено В миллиметрах На объективах И зависит От Ну влияет На угол обзора Угол обзора Того что мы видим Не будем Разбирать Там крупные Камеры Фуллфреймовые Считаем Что у нас Фуллфреймовое И Главная Мысль Которую я хочу Донести В этом блоке Это то что Когда Снимают Фильмы Или фотографы Кого-то снимают Фотографируют Они используют Определенный тип Объективов Для определенных Сцен Определенных Пейзажей То есть Если мы снимаем Какой-то красивый Пейзаж Мы используем Широкоугольники То есть Примерно 17-миллиметровые Объективы Если мы снимаем Людей Портреты Какие-то Мы как правило Берем 85-135 Миллиметров Портретная съемка Если мы Хотим повторить Полностью То, как мы Видим Реальный мир Реальную перспективу Мы используем 50 миллиметров 50 миллиметров Это вот прям Тот самый Угол обзора Как и нашего зрения Здесь вот у вас Мелким текстом Написано Я тут добавил Угол обзора То есть Перевел Фокусное расстояние На углы обзора Которые у нас Есть в движках То есть Тот самый 60 градусов По умолчанию И тут вот Различные варианты Есть То есть К примеру 50 миллиметров Объектив Это 27 градусов По вертикали 85 Портретная съемка Это примерно 17 градусов А вот То, что у нас Используется По умолчанию 60 градусов Это примерно 21 миллиметр Это считается Широкоугольный Объектив Это примерно Такой объектив Который у вас Стоит стандартно В телефонах У всех Тот самый Основной сенсор Это 21 миллиметр Плюс-минус Просто Ширик Но не ультра И Как это все Влияет на Восприятие Изображения Тут немножечко мелко Но вроде бы Телики у вас есть Если мы снимаем Кого-то на 16 миллиметрах То есть На широкоугольные Камеры То мы Получаем Наиболее Большие Перспективные Искажения Нос становится Больше Уши Втягиваются Назад Лицо Такое Вытянутое Некрасивенько Зато Снимаем Близко Не нужно Никуда Далеко Отбегать От объекта Съемки И наоборот 200 миллиметров Это ситуация Когда лица У нас Начинают Становиться Плоскими То есть Прям Хоп Нос Сплющивается Появляются Уши Начинают торчать И отбегать Надо там На десятки метров Зато Пакешечка Прикольнее Все Размытое Это кстати Тоже Когда вы Пытаетесь Имитировать Разные Углы Обзора Не забывайте Что чем меньше У вас угол Обзора Тем сильнее У вас Должна быть Пакешечка Если делаете Какие-нибудь Кассцены То есть Вот это Две крайности В которых Обычно Людей Не снимают Снимают 50 Либо 85 Либо там Чуть пониже В районе 135 То есть Вот эти вот Границы Условно Будем считать 85 миллиметров Идеал Когда И лицо Не плоское И перспективных Рискажений Нет Когда все Идеально Смотрите Одна и та же Модель Одно и то же Время Практически Разница В минуту В первом случае Примерно Широкоугольный Объектив В районе 16-17 Где-то По ощущениям Миллиметров В районе 135 И Так Настолько Сильно Отличается И Опять же Замечал Что многие Инди Разработчики Когда делают Катсцены Они как правило Не меняют Стандартные 60 градусов Когда делают Катсцены У них Персонажи Объекты Какие-то Всегда выглядят Как-то Не Супер Пупер Вот Желательно Делаем Катсцену Сразу Угол обзора Уменьшаем 27-17 Градусов И Получаем Красоту Бум Вот еще пример Тут 60 градусов Стандартно Довольно Большие перспективные Искажения Выглядят Так Как будто Морда Автомобиля Очень большая Жирная Переднее Колесо Огромное Заднее Меньше Тут еще Светофор Позади Мешается Куча Каких-то Левых Объектов По краям Но С одной С одной Сторон Вроде Как Прикольно Выглядит Какой-то Эффект Создается Вот я Крутая Машина Подъехала Имеет Право На существование Но обычно Когда мы Берем Открываем Журналы С автомобилями Покупайте Нашу Тойоту Камеры Новенькую Или еще Какой-нибудь Лексус Автомобили Снимают Как-то так На достаточно Длиннофокусные Объективы Плюсы Нет фонарных Этих Фонарных Столбов Светофоров Легче Делать Композицию Меньше Всякого Мусора Визуального Попадает В кадр Легче Кадрировать Картинка Более Такая Ортографическая Меньше Каких-то Искажений А если Красивенько И размыть Фон То вообще Идеально Становится И при этом Это будет Смотреться Естественно Вот в телефонах Сейчас Можно делать Искусственные Баке На ультра Широкоугольные Экраны И это Выглядит Всегда странно В реальной жизни Там сложно Сделать Широкоугольный Такой Портрет Экран Не знаю Гору Какой-нибудь Сфотографировать Пейзаж Где все Будет Очень сильно Размыто Не бывает Таких объективов Поэтому Идем дальше Какой Угол Зрения Стоит Делать По умолчанию Тут Все зависит От того На какой Платформе Играют Вашу Игру Люди Если Люди Сидят Перед Монитором Достаточно Близко И всегда Имеют Вариат Приблизиться Еще ближе То есть В районе 45-70 Сантиметров То угол Обзора Надо делать Побольше То есть Если говорить Конкретно В числах Это примерно 70 градусов Если Это игра Для консолей Где чувак Разлегся На диване Сидит Вдалеке Расстояние До телевизоров Как правило В районе Двух метров Плюс Минус То есть Визуально Телевизор Всегда Выглядит Меньше Монитора Прям Всегда И Если Оставлять 70 градусов Будет Играть Некомфортно Мелкие Детали На таком Большом Постоянии Уже Сложнее Заметить Плюс Близорубкость Вот это Вот все И Люди Предпочитают Чуть Уменьшить Угол Обзора Тем самым Приблизив Все детали Изображения Обратите Внимание Тут Пушечка Занимает Вообще Совсем Немного Места А во втором Случа Она вообще Четверть Экрана Занимает Потому что Так комфортнее И Это причина Того Почему Когда вы Запускаете Мультиплатформенную Игру Которая была Где-то на консолях С первого вышла Потом появилась На ПК Запускаете Ааа Почему так все Близко Почему так все Мелко Неудобно Я не вижу Что происходит По краям Экрана Надо срочно Увеличить Угол обзора Это вот Из-за Того что В консоли Обычно Играют На большом Расстоянии Но времена Изменились Кстати про консоли Это примерно 50 градусов 50 тут 70 Но времена Изменились Сейчас люди Могут и на компе Сперва начать играть Потом идут на диваны Плюс на компе Разные мониторы У нас бывают И маленькие И огромные И супер огромные Телевизоры Тоже как попало Уже ставят Поэтому лучше всего Делать настройку В игре Чтобы всем людям Было комфортно А какую настройку Конкретно Надо ставить Тут Поможет Знаете Попробовать Какой-нибудь Хэдтрекинг Есть К примеру Мгуси Прикольненькая штучка Которая вообще Работает Тут веб-камера Обычно Это какие-то приборы Которые Надеваются на голову С шариками Камера Там инфракрасная Светит И Вы там Смещаете голову Поворачиваете Крутите И приложение Все это видит Но есть И вообще Совсем бюджетные Варианты Где Обычная веб-камера Старается Увидеть Ваше лицо Фокусируется Там на одном Из глаз И Все И Соответственно Искажает Перспективу Двигает Камеру Крутит ее Для того Чтобы у вас Было прям Полное ощущение Того Что Ваш экран Монитора Это Окно Виртуальный мир Кстати Прикольная штука Попробуйте И Становится понятно Действительно Какой угол обзора Должен быть Чтобы игра Прям ощущалась Максимально кайфово Как будто бы Вот вы прям Вот там Находитесь Вот прям Вот Окно Ну и соответственно Если вы тут Приблизитесь К монитору Угол обзора Увеличивается Отходите далеко Угол обзора Уменьшается Как и до этого Сказал Вот такие вот дела И переходим К последней Важной теме Значит Инверсия камеры Все ли нормально С этими двумя человеками Кто это использует Во-первых Что такое инверсия Инвертирование камеры Инвертирование вида Для тех Кто не знает Это вот Когда вы заходите На строчки игры А у вас там предлагают Инвертировать вид Да Нет Вы такие Наверное нет От греха подальше Что это означает Есть у вас гемпад в руках Есть правый грибок Там И в нормальной ситуации Когда вы его Вверх отклоняете У вас камера Виртуальная Поднимается вниз 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 Все логично Логично Но те кто любит Инвертировать камеру Они считают Что вот вверх Сделать Камера должна идти вниз Тянешь вниз Камера должна идти вверх Но при этом влево Это значит влево Вправо Это значит право Ага Типа ну что Что за дела Давайте посмотрим Действительно Много ли таких людей Сложно найти Какие-то официальные статистики Но если полазить По форумам То становится понятно Что у нас В России И в СНГ Примерно 90-95% Не инвертируют камеру Используют нормальный вид И только 5-10% То есть каждый десятый Каждый двадцатый Не так мало Но и не сказать Что бы много Они инвертируют Так или иначе В оси в играх Окей А что за рубежом И тут внезапно Оказывается Что в Европе И в Америке Уже 20% людей Каждый пятый игрок Инвертирует камеру Сравните Тут вот 90-95% Не инвертируют А в Европе Америке 79% только Но это ладно Если пойти дальше По форумам Консольщиков Любителей консольных игр Там вообще Статистика Просто страшная Инвертируют Примерно Половина Процентов Игроков Причем Еще 4,5% Людей Инвертируют И Икс Ось И Игрюк То есть Грибок налево Камера направо Грибок направо Камера налево Вверх-вниз Вниз-вверх А Что за дело Странно Почему так произошло Неужели мы Отличаемся От Людей На западе Сейчас разберемся Сейчас мы все узнаем Почему так происходит Все дело в том Что в конце 80-х годов В Америке Стали популярны Летные симуляторы Наконец-то Кампы стали Хоть в какое-то 3D Условное И Авиасимуляторы Стали прям Ух Темой Много-много игр Появилось В конце 80-х Начало 90-х годов Ну и там Естественно Привычно Что когда мы Тянем штурвал На себя Вниз Самолет Летит вверх Тянем от себя Соответственно Вниз Если мы налево То значит Крен налево И мы такие Полетели влево Ну и так далее То есть удобно Инвертировать Столько игрек Ну ладно Комфортненько Переносимся В 2000-е годы Те люди Которые играли В игры В конце 80-х Стали в какой-то момент Разработчиками игр Выросли А тут появились Консоли PlayStation 1 PlayStation 2 И они такие Ну вот у нас есть Значит Грибочек Как надо делать Камеру Ну наверное Так как мы привыкли То есть Брать И если тянем вниз Камеру наверх Если влево Камера влево Все логично Логично Все просто И вот какой-нибудь Red Faction Он по умолчанию Инвертировал Игрик ось Final Fantasy Там 12-е По-моему Икс Игрик ось Инвертировал Много было игр Где по умолчанию Оси были инвертированы И Из-за этого Появилось Второе поколение Игроков Которые начали Свою жизнь С PlayStation 1 И PlayStation 2 И они тоже Привыкли К вот такому Инвертированному Управлению И считают Теперь Что это нормально А если говорить О нас То кто В конце 80-х годов Играл в авиасимуляторы Ну Вообще Никто А Концелей у нас Не так Чтобы было много И Сравном у нас Основная платформа Это ПК А на ПК У нас мышь Где вполне Понятно и адекватно Вверх тянем Курсор пошел вверх Вниз тянем Курсор вниз И мы как-то подсознательно Считаем Что вот Запуская игру Первым делом Мышку наверх Камера наверх Все логично Все логично А вот для Консольщиков У них привычка Вот такая Поменялась Но есть же еще Более странные люди Которые инвертируют И Икс И Игрек И таких Четыре И возможно Тире пять процентов Тоже немало Почему так Все дело в психологии Такие люди есть Это больше Муанипуляторы Они не ассоциируют себя С виртуальным персонажем Они такие кукловоды Они виртуально Представляют себе Что берут Лапищу Вот так вот На голову персонажа Надевают Когда хватаются За грибок И значит Тянем на себя Голова Наверх Тянем от себя Вниз Тянем вот так вот Налево И значит Взгляд направо Тянем направо Ну в общем Полностью инвертирование По всем осям Или иначе Можно представить Что они берут Прямо этот грибок Прямо вот так вот Втыкают Персонажа И давай вот Болтаться Болтать Как еще одна из аналогий Можно привести пример Видеооператоров С большими камерами Вот как сейчас Да вот видите Ручка там Ручка на штативе И если нужно Показать что-то сверху Мы ручку тянем Вниз Если нужно Показать Что-то справа Тянем ручку Влево Вполне логично Удобно Приятно То есть В принципе Можно понять Таких людей С натяжкой Можно сказать Что они нормальные Так что Геймпад Грибок Хоть вверх Хоть вниз Камера Всегда пойдет вверх Просто зафиксирует Этот момент Потом Посмотри направо Налево Тык-тык Потом появляется Подсказочка Типа У вас вот такой Вот Такой конфиг Годится вам Вы такие Окей Годится И все Игроку комфортно Хорошо Особенно для тех Кто взял Геймпад Впервые Ваша игра Это что-то первое Вот Так Наверное Да Да А Ну Если конечно Хотите Делать игру За рубеж Вот не знаю Как сейчас Получится Делать на Америку Там Европу Вот это все По-моему В Азии Там тоже Любители ПК Поэтому Под вопросом Но Будем Все-таки Верить лучше Что мы делаем Игры на весь мир Выводы Ну В общем Всегда помним Про базовые инструменты То что у нас есть Рандом Синусы Трегонометрия Шумы Перленной Линейной интерполяции Сферические интерполяции Мы можем проецировать Точки в экранное пространство Из мирового и обратно Мы Если есть возможность Достать скорость И ускорение Обязательно достаем их В хозяйстве пригодятся Переход от Катсцен геймплея Там делаем плавным Чтобы у нас игра Сразу Казалась более дорогой Широкоугольные Камеры в катсценах Не используем Стараемся не использовать Делаем все по уму Как настоящие Видеооператоры Используем ФОВ Примерно 27-17 градусов Аналоги 50-85 Особенно Когда лица персонажей Снимаем Ну и Надо давать возможность Настраивать Как ФОВ Так и Инвертированное Управление Отдельно по двум осям Икс и икс И тогда будет прям Всем людям комфортно Камера будет казаться Удобной Ну и все Не забываем про Девчонок наших Всегда Ныне фотографируем Правильно Кстати Да Последний момент Вот у нас На телефонах Куча-куча камер Стало возникать И все равно Люди по умолчанию Снимают людей На самую обычную На однократный зум На дефолтную камеру Это широкоугольная 0.5 где-нибудь Это ультра-широкоугольная А вот длина фокусная Для портретов Это как правило Трехкратное приближение Это примерно 85 Ну плюс-минус 85 миллиметров Как в фулл фрейме Так что если Снимаете лицо Портрет Лучше сразу Троечку бахать Отбегать на достаточное расстояние И снимать людей Плюс еще с эффектом Баке будет все восхитительно И люди такие скажут Вау Какой я Красивый Или красивая Вот все Спасибо за внимание Спасибо Саша Сейчас у нас будет Время для нескольких вопросов Одно важное замечание Саша Скромняга Он просто не сказал Что он еще является Тимлидом секретного проекта Точно О нем нельзя говорить Про него нельзя говорить Но в последний год Он делает игрулю Вместе с командой внутри UniJain Про него Как-нибудь потом расскажем Саша молодец Хочешь быть как Саша Приходи к нему в команду Все Есть у нас время Немножко для вопросов Здравствуйте Очень интересно Такой вопрос Ну то есть Много опыта Кто-то появился С манипуляторами С консолями И так далее Но сейчас появляется Ну новый вид Да Это VR И как там обстоят Ну там С одной стороны Все проще Спасибо за вопрос Вот это вот все Как правильно Говорить С уважением В VR В VR С одной стороны Все проще С другой стороны Все тяжелее Во-первых Все остается базовое Нельзя кренить камеру Вот какие-нибудь Американские горки Которые делают в VR Но это тошнотрон Прям еще более тошнотрон Чем играть на мониторе Желательно не кренить камеру Вообще Пока игрок только сам Не захочет И головой помотать И плавные движения Это неудобно Это тоже тошнотрон На землевес поток уходит То есть Чем более статична камера Тем лучше То есть Телепортируемся Пам-пам-пам И все Тут даже Не знаю Что можно еще рассказать Потому что Потому что Пока непонятно Все с этим VR Насколько он Продвинется дальше Вот Как-то так Но Базовые вещи Все равно Если какие-то катсцены Делаете Жестко голову Зафиксируете То все равно Можно дополнительные Саня Я короче Добавлю Насчет VR И камеры Смотрел доклад Вот Вольво По-моему Там они Рассказывали Как в Team Fortress 2 Добавляли VR И Там был Такой Маленький момент Кто играл В Team Fortress 2 Возможно Знает То что Там После того Как тебя Кто-то убил Там камера Вот так Пролетает И прямо На игрока Показывает Танцует Или еще Что-нибудь Делает И камера Просто статичная В VR Такое лучше Не делать Вообще Никогда Просто У тебя По сути Забирают Голову И она просто Влетает И стоит Несколько Секунд Это очень Плохо ощущается Тизинг функцию Но В моей работе У меня всегда Возникает Проблема В том Что В момент Окончания Кастсцены Я уже Отдал управление Игроку И я не знаю В какой Побольше В большинстве Случаев Не знаю В какой Точке Окажется У меня Игрок И где Конечная Точка Камеры Есть ли Какой Нибудь Волшебный Вариант Использовать Тизинг функцию Не зная Конечной Точки Так Тизинг функции Чем нам Помогает Мы можем То что Они фиксируют Время Можно сказать Что я хочу Чтобы через Две секунды Камера От катсцены Пришла Геймплею Где бы Игрок Не находился Где бы Катсцена Не оказывалась Для этого Вот мы Используем Две камеры В момент Когда катсцена Закончилась Изинфаншн Это вторая Камера Камера Перехода Где она Всегда Запоминает Первое Положение И последнее Положение У меня Первое Последнего Положения В атаку Ну у тебя же Там персонаж Движется Ты знаешь Где должна Быть Камера Твоя Внутренняя Конечная И ты просто Пытаешься Ее Поднести Таким образом Чтобы когда Функция плавности Доходит до единицы До последнего состояния Камера Точно оказалась В нужном месте Где бы Она Не находилась То есть у нас Всегда Должно быть Три активных камеры То есть Камера В конце катсцены Которая куда-то Движется Экстраполируется Камера геймплея Которая сразу Должна работать И ею Можно даже Управлять Грибками Как-то крутить И камера Перехода Которая Просто работает В течение Двух секунд И вот когда Конечная камера Как-то вращается У нас Соответственно Это влияет На камеру Перехода Она тоже Чуть сдвигается И это Вполне Нормально Ощущается Спасибо То есть мы Используем Абстракции Камеры Дополгатные Просто В момент Перехода У нас Две камеры Активно Мы Одновременно Управляем И играем И одновременно У нас Играется Переход Ну это уже Это уже тема Отдельного Доклада О том Как делать Камеры Как их Вести В сложных Вот этих Коридорах Что Если Всякие Узкие Коридоры То Как правило Всякие Сплайны Используются Вдоль которых Должна двигаться Камера И Можно Можно Делать Не использую физику Никогда Не использую физику На камерах Мне нужна физика Это печаль Сочувствуйте Сочувствую Да Камера Отберете У лица Самая Сложная Камера Вот Но Это вот Какие-то сплайны Спасибо Ребят